Проснувшись, важно выпить стакан воды натощак. Это позволяет быстрее проснуться. Чистая вода поможет скорее вернуть полноценное функционирование головного мозга. Позавтракать лучше спустя 30 минут после питья. Еще вода крайне важна для людей, которые часто страдают циститом. Почему? Расскажу. Здравствуйте, в эфире программа «За здоровье». Медицина – это сложно, но мы говорим о ней простыми словами. Я ваш знакомый доктор, рентгенхирург Григорий Сазанов. Для скорейшего выведения инфицированной мочи при цистите необходимо пить не менее 2 литров жидкости в сутки. Это могут быть компоты, морсы, соки, вода, отвар трав, некрепкий зеленый чай. Даже вода в овощах и фруктах важна. Про цистит острый и хронический говорим в программе. Отвечу на очередную порцию ваших жалоб на здоровье анонимно и бесплатно. Глядя на нашу прекрасную любовь Некрасову, можно подумать, что это только генетика. Но нет, друзья, это еще и колоссальный труд, а именно постоянные занятия в зале. И вы начинайте! Новые ассаны в рубрике. Повышение квалификации детских докторов. Проверьте родинки. Обновленное оборудование в поликлинике. В нашем блоке новостей. Все это вас ждет в течение программы. Ну а я, ваш знакомый доктор Григорий Сазанов, прямо сейчас отвечу на очередные вопросы, которые поступают к нам в мессенджеры по номеру телефона 8969-009-3300 и из соцсетей. Вопросы могут быть любые, критерий один. Они должны быть связаны со здоровьем и медициной. У нас все анонимно и бесплатно, поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. Ну а мы приступаем. Первый вопрос. Бабушка 86 лет. Перепады давления от 190 на 70 до 90 на 50. Можно ли как-то это скорректировать без постоянных вызовов скорой? Наша цель в этом случае как раз таки, чтобы бабушка 86 лет не вызывала скорую помощь для того, чтобы снижать давление. Потому что это чревато риском возникновения инфаркта или инсульта. Поэтому для того, чтобы таких состояний избежать и постоянно не вызывать скорую медицинскую помощь, необходимо обратиться к вашему участковому терапевту для того, чтобы правильно подобрать терапию против артериальной гипертензии. Очень важно понимать, что терапия принимается постоянно. То есть нельзя, когда таблеточки скорректировали ваше давление, отменять или что-то корректировать или снижать дозировку без консультации с вашим врачом. Через какое время после сомнительного незащищенного контакта можно провериться на ВИЧ? Мы эту тему обсуждали недавно в студии с нашим экспертом, главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Ставропольского края. И насколько я помню из ответов, антитела формируются, как правило, на третью-четвёртую неделю после такого контакта. Но они могут формироваться и до шести месяцев. Поэтому самое достоверное это будет провериться через шесть месяцев. Насколько опасна ветрянка для взрослого человека? Заболел мне 42 года. Здесь важно понимать, болели ли вы ветрянкой в детстве. Потому что, действительно, вирус ветряной оспы взрослые переносят намного тяжелее, чем дети, если взрослые ранее в детстве не переболевали. В целом, вирус ветряной оспы, он не так опасен, как это было столетиями назад. Сейчас против него есть адекватная терапия. Поэтому для того, чтобы правильно подобрать лечение, вам нужно обязательно пригласить именно на дом, если вы взрослые 42 года, вашего участкового врача для того, чтобы он вас осмотрел, понял точно ли это ветрянка, был ли у вас контакт с зараженными больными и назначил вам терапию. Можно ли заниматься спортом после вакцинации? Зависит от того, какая вакцина вам была введена. То есть, если это назальная вакцина, например, против гриппа, то, пожалуйста, никаких ограничений нет. Но если это какие-то более сложные вакцины, которые содержат ослабленные или частично ослабленные микроорганизмы, вирусы, то здесь, конечно, нужно об этом задуматься. Поэтому для того, чтобы точно ответить на ваш вопрос, нужно понимать, какая вакцина именно была вам введена. Глядя на нашу прекрасную любовь Некрасову, можно подумать, что это генетика. Нет, друзья, это еще и колоссальный труд, а именно постоянные занятия в зале. И вы начинайте новые ассаны в рубрике. Я Любовь Некрасова, преподаватель йоги и йога-терапевт. Сейчас я покажу упражнение, которое подходит буквально всем. И особенно оно полезно для подростков, у которого идет большой рост. И часто кифоз и сколиоз проявляются в подростковом возрасте. Так вот, чтобы выровнять тело, нам нужно выровнять сначала таз и ноги. А вы сядете на коврик и поставите ноги таким образом, чтобы пятка правой ноги и левой ноги были на одной прямой. Пятка, пятка, пах. Затем соедините руки большими пальцами. И большие пальцы должны быть тоже на одной прямой. Буквально вымеряйте здесь все по сантиметрам. Затем вам нужно будет сделать вдох. И с выдохом начинать медленно вытягиваться. Если вы можете вытягиваться, не отрывая ягодиц от пола ниже, ниже и ниже, идите. Вам можно положить сюда какой-нибудь предмет. Например, подушки от диванов очень подходят. И вытягиваться пока по ним. Можно даже руки поднимать выше на стул. Но вот эти части таза должны быть очень плотно прижаты к полу. Нельзя подниматься. Потом вы сделаете скручивание. Левой рукой возьметесь за правое колено, скрутитесь слева направо. Затем через верх со вдохом поднимая руки. Возьметесь правой рукой за левое колено и скрутитесь. Затем вам нужно обязательно поменять ноги. Вы соедините колени и поменяете ноги. Если у вас сначала была правая, первая, теперь будет левая. И точно так же поставьте пятка, пятка, пах. Соедините два больших пальца на одной прямой. И начинайте вытяжение. Обязательно на выдохе. Сделайте спокойный ровный вдох через нос. И с выдохом начинайте вытягиваться, насколько вы можете. Уважайте границы своего тела. Если вы не можете низко потянуться, не надо приподнимать таз и все-таки опустить голову. Пусть будет вот такое вытяжение, но таз должен плотно быть прижат к полу. Делайте это и будьте здоровы! Это программа «За здоровье» и мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Подстригая ребенка в парикмахерской, никогда не задумывалась, что там должны все мыть и дезинфицировать. Когда начала наблюдать за работой парикмахера, поняла, что она ничего не моет, насколько это опасно. Действительно, вы правы. Инструменты должны хотя бы не стерилизоваться, если то дезинфицироваться у парикмахера. Почему? Потому что есть риск заболевания педикулезом. Основной риск заболевания педикулезом. Педикулез – это в простонародье и вши. То есть, если пришел больной человек педикулезом, то есть, у которого есть вожжи на голове, и там есть еще и нимы такие, так называемые, ну, личинки условно их назовем, они могут передаться здоровому человеку, и человек будет также болен педикулезом. Заболевание не самое опасное, но имеет ряд неблагоприятных последствий. У дочки родинка на голове. После мытья головы чешется. Что это может быть? В таком случае нужно, в первую очередь, осмотреть ребенка, посмотреть характер этой родинки, оценить, что это, каким образом оно выглядит, есть ли там какие-то аномалии, и для этого необходимо, в первую очередь, обратиться к хирургу, а далее, если потребуется, вас направят к нейрохирургу, если того будет требовать необходимость. Потому что, как правило, родинки – это либо обычные невусы, либо жировички, которые не будут требовать наблюдения узкого специалиста. Недавно появилась сыпь на руках. Последние несколько дней она увеличивается. Что это может быть? Сыпь на руках – это не заболевание, это симптом какого-то заболевания. Оно может быть связано с очень многими состояниями, но, как правило, это все-таки аллергическая реакция, если не было каких-то контактов с инфекционными больными. Если это аллергическая реакция, вам необходимо обратиться к вашему терапевту, либо, если у вас есть какие-то анистероидные противовоспалительные, то вы можете их принять самостоятельно дома. Но в любом случае, чтобы понять, что это за сыпь, в первую очередь, необходимо обратиться к специалисту, а именно к вашему участковому терапевту для начала. Если потребуется, он вас далее направит к инфекционисту, если его характер сыпи будет сильно смущать. А мы продолжаем программу. Впереди обсуждение темы этого выпуска – цистит. А пока – новости медицины. Более 170 специалистов приняли участие в программе повышения квалификации в сфере перинатологии, неонатологии и педиатрии в рамках регионального проекта развития детского здравоохранения Ставропольского края. На протяжении прошлого года более 174 медицинских работников приняли участие в программе повышения квалификации, охватывающей ключевые аспекты акушерства гинекологии, анестезиологии и реаниматологии и неонатологии. Обучение проводилось в симуляционном центре, базирующемся в Ставропольском краевом клиническом перинатальном центре номер один. Это важное дополнение к мерам, направленным на улучшение детского здравоохранения в Ставропольском крае. Более 2000 человек на Ставрополье воспользовались сервисом «Проверь родинку онлайн». В результате проведено 1473 теста, 1207 из них с положительным результатом. Обратились на консультацию в краевой клинический кожно-венерологический диспансер 298 человек. Так, на консультацию к врачу-онкологу направлены 103 пациента. Главным достижением проекта стало снижение смертности от новообразований на 13%. Рак кожи занимает первое ранговое место по заболеваемости почти во всем мире. В Ставропольском крае ежегодно им заболевает около 1800 человек. Раннее выявление опухолей кожи составляет 94%. Меланома на ранних стадиях выявляется в 76% случаев. В городской стоматологической поликлинике Пятигорска обновили оборудование. Были закуплены два новых воздушных стерилизатора. Их стоимость составляет 91 000 рублей. С их помощью осуществляется стерилизация стоматологического инструментария в течение рабочей смены. Применение современных установок для стерилизации инструментария позволяет гарантированно исключить любую возможность при оказании стоматологической помощи передачи пациентам какой-либо инфекции через нестерильный инструмент. Применение современных установок для стерилизации инструментария позволяет гарантированно исключить любую возможность при оказании стоматологической помощи передачи пациентам какой-либо инфекции через нестерильный инструмент. Среди молодых женщин 20-40 лет заболеваемость с циститом составляет до 35%. Женщины гораздо чаще мужчин заболевают острым циститом. Короткое уретро делает слабый пол более уязвимым. Каждая третья женщина хотя бы раз сталкивалась с острым циститом. Продолжаем разбирать этот вопрос и не только с нашим экспертом. Николай Баблов – врач-уролог урологического отделения городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Ставрополя. Николай Баблович, спасибо, что пришли к нам в студию. Очень приятно вас видеть. И мне очень приятно. Пожалуйста, простым языком для наших телезрителей, что такое цистит? Цистит – это воспаление слизистой мочевого пузыря, чаще всего бактериальной природы, инфекционной. Чаще всего циститом болеют женщины, так как анатомические особенности уретро намного короче, мочеспускательный канал у женщин, чем у мужчин, и возбудителю легче пробраться в мочевой пузырь. Пробраться? Да. Как раз потому, что у женщин просто короче уретро. Короче уретро, да. Возбудитель быстрее туда просто проникает, правильно понимаю. Я хотел бы чуть увести в сторону, Николай Юрьевич. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще выбрали свою специальность – урологию? Как она вам приглянулась? Почему вы все-таки пошли в медицине, в урологию? Урология – очень хорошая специальность, интересная специальность тем, что большой спектр работы у врача-уролога. Это узкая специальность, которая направлена на лечение мочеполовой системы человека, начиная от почек, заканчивая мочевым пузырем, различными заболеваниями, передающимися половым путем. Также мы оперируем в нашей клинике, делаем операции по удалению камней, по удалению аденом, парастат. Иногда оперируем даже опухоли мочевой выделительной системы. Возвращаясь все-таки к циститу. Насколько я понимаю, бывают острые, хронические? Бывают ли еще какие-то, может быть, подострые, еще какие-то циститы? Когда человек к своему здоровью относится неправильно, когда думают, что цистит – это бабушка сказала, тетя сказала, попей эти лекарства, потом в основном к нам в больницу приезжают с осложнениями, с такими, как геморрагический цистит. Самое, еще добавлю, есть осложнение большое цистит – это пилонефрит восходящий, когда инфекция восходящим путем поднимается вверх почки и возникает воспаление почки от цистита. То есть геморрагический цистит – это условно осложнение острого либо хронического цистита, правильно? А вот восходящая инфекция – это как раз возникает, если вовремя к доктору не обратиться, правильно? Если вовремя не лечиться, да, инфекция просто попадает вверх и уже задействуется не только мочевой пузырь, но и почки. Возвращаясь к пациентам, которые почувствовали, что у них есть боли, рези какие-то при мочеиспускании, если мы говорим про наш регион, про наш Ставропольский край, город Ставрополь, как вообще устроена маршрутизация данных пациентов, куда они должны обратиться? Ну, в первую очередь, если начинаются незначительные симптомы цистита, мы, кстати, о них не поговорили. Давайте поговорим. Главные симптомы цистита – это жжение, резь при мочеиспускании, дискомфорт при мочеиспускании, боль в надлобковой области, иногда гипертермия субфибрильная, вот, то необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, в первую очередь к урологу. Далее уролог на свое усмотрение назначает лечение, или, если там острый процесс, направляет в нашу больницу, к больнице скорой помощи, да. И далее уже занимаемся пациентами мы. И из районов, получается, Ставропольского края тоже вы этими пациентами занимаетесь? Или в центральных районных больницах есть урологи? Как это вообще? Да, есть в некоторых ЦРБ свои урологи, но также они могут назначить лечение, могут дать направление уже в город Ставрополь. А если вдруг в районе, ну, не во всех районах, как вы сказали, я так понимаю, есть врач-уролог, вот, если в районе человек находится где-то в каком-то, ну, селе, и вот нет возможности у него обратиться к урологу, куда он идет, к хирургу, там, или терапевту? Есть какие-то? И в основном, я вас понял, в основном этим занимаются также терапевты и хирурги, но более детально изучить этот вопрос помогут урологи. Поэтому хирурги также из районов направляют к нам в город. Если мы все-таки вернемся к хроническому циститу, это он переходит, острый цистит переходит в хроническую форму, или это самостоятельно возникающее заболевание? Как это? Да, это когда пациент почувствовал какой-то дискомфорт, вовремя не полечился, и хронический цистит у этого человека, в основном у женщин, может возникать там от любого ослабления иммунитета, от переохлаждения. Также мы не сказали, что самый главный переносчик заболевания это передающийся половым путем заболевания. Какой переносчик? Микоплазмы, стафилококки, уреоплазмы, кишечная палочка. Очень близко уретра располагается к органам другим. Половым органам? Половым органам, да. Поэтому инфекция может быстро попасть в мочевой пузырь. Ну, получается, у мужчин вообще, собственно, это еще больше риска условно заразиться такими инфекциями, которые передаются половым путем, потому что все в одном канале? Да, конечно, но у мужчин просто не будет цистита. А что у мужчин будет? Ну, может быть, уретрит, например, воспаление уретра. Не дойдет просто инфекция? Да, да. Поскольку мочевой канал длинный? Ну, намного длиннее, чем у женщин. Мы уже сказали об этом в нашей программе, что очень большое количество женщин подвержено циститу. Там до 35% случаев возникает именно у женщин в возрасте от 20 до 40 лет. В любом случае возникнет их, что каждая женщина, по крайней мере, 4 раз в жизни точно встречалась с циститом. А каким образом женщине профилактировать данное состояние, чтобы, в принципе, не попадать к врачу? Ну, во-первых, использовать методы барьерной контрацепции – это первое. А также простая гигиена половых органов, избегать переохлаждения, постоянно обследоваться, давать анализы, контролировать общий анализ мочи, кровь, давать посев мочи, делать хотя бы раз в год УЗИ мочеводящей системы почек и мочевого пузыря. А как именно анализы нужно сдавать, чтобы контролировать процесс? Достаточно трёх анализов – это общий анализ мочи, бак посев мочи и УЗИ мочевого пузыря. УЗИ мочевого пузыря и бак посев мочи. Если бак посев мочи происходит, я так понимаю, это посев на бактерии, которые есть в мочевом пузыре, чтобы понимать, какой источник инфекции. Это для наших телезрителей поясняю. Есть ли какие-то особенности лечения той или иной бактерии? В основном по посеву смотрим и назначаем по чувствительности. Это бактериальный препарат, да. Это всё делается в стационаре или это в поликлинике? В поликлинике тоже этим занимаются. В поликлинике тоже этим занимаются. Как Вы уже сказали, мужского цистита фактически не бывает. Но можем ли мы что-то проговорить про мужской цистит? Скорее всего, это простатит. Также инфекция может пробраться в простату. Но никак не о мужском цистите мы не можем говорить. Если мужчина начинает беспокоить вот такие же заболевания, такие же состояния, симптомы, которые Вы сказали, боли, резь, жжение, температура, ему тоже следует обратиться к урологу? Конечно, конечно. Это, скорее всего, проявление уретрита или простатита. Также обратиться к урологу амбулаторно, и уролог уже даст дальнейшее назначение. При цистите у женщин я правильно понимаю, что единственный метод лечения – это консервативный. Нет ли каких-то оперативных, каких-то манипуляционных методов воздействия на мочевой пузырь? В основном лечение цистита – это антибактериальная терапия. Но также при хроническом цистите, при осложнениях, таких как геморрагический цистит, мы всем пациентам выполняем цистоскопию. Цистоскопия – это осмотр камеры мочевого пузыря эндоскопически. Выявляем источник и назначаем внутрепузырные инстилляции специальными препаратами для укрепления стенок мочевого пузыря. Вот Вы сказали ранее в программе, что нужно стараться как можно меньше воздействовать на мочевой пузырь, потому что рядом проходят в том числе женские половые органы. А само вот воздействие цистоскопа – это вот этой трубки, которая заходит в мочевой пузырь – она… не может ли она как-то усилить процесс цистита? Мы при этом всегда, когда проводим цистоскопию, проводим антибактериальную терапию. Да, в какой-то мере может быть попадание инфекции, но все это в условиях стерильных происходит и при прикрытии антибактериальными препаратами. Как часто при цистите, когда Вы, как Вы говорите, смотрите мочевой пузырь с вот этим инструментом цистоскопом, Вы видите еще какую-то дополнительную патологию? Может быть, камни мочевого пузыря, что-то еще? Очень часто бывает такое, что под геморрагическим циститом мы находим опухоль мочевого пузыря, то есть как находка. И дальнейшие уже пациентов берем в биопсию, отправляем в онкологический диспансер. То есть, получается, человек поступил с циститом, и тут как случайная находка – это вот опухоль. И Вы, получается, во время цистоскопии берете кусочек и отправляете это куда-то, правильно? Да, на гистологическое исследование. А дальше этими пациентами также Вы занимаетесь? Дальше, когда приходит результат, мы отправляем их уже в специальные клиники, в онкологический диспансер. Это онкологический диспансер? Да. А что касается цистита, допустим, у детей, здесь есть какие-то особенности? Лечат ли их у нас в крае? Бывает ли цистит, в принципе, у детей? И куда они должны обращаться? Бывают циститы у детей, так же, как и у взрослых. У нас есть в нашей больнице детское отделение. И в детском отделе непосредственно занимаются такими же детьми, как и взрослыми заболеваниями доктора. И циститы тоже очень часто обращаются молодые девушки. 16-летние девушки у нас тоже ведут половую жизнь. И как раз таки цистит бывает и появляется, когда первая половая жизнь у человека начинается. Как раз таки, как начало этого всего. Есть даже какой-то термин, насколько я помню, когда вот начинает девушка заниматься половой жизнью, и у него возникает цистит. Как это? Пост-кайтальный цистит. Пост-кайтальный цистит. То есть, в принципе, получается, подростки 16 лет, когда возникает половое созревание, они более подвержены циститу, потому что они первый раз встречаются с незнакомыми ими бактериями. Конечно, конечно. И, если я правильно понимаю, у вас разные отделения, есть детское, есть взрослое. Это разные специалисты или это все урология, как для наших телезрителей пояснить? У нас два отделения. Это взрослое и детское отделение. В детском отделении занимаются детьми, а во взрослом только взрослыми пациентами. То есть, такие же доктора, только урологи детские. Это урология и андрология, если я правильно. Да, да, все верно. А можно ли как-то на нее обучиться, как вот доктора приходят в эту специальность? Это дополнительное обучение какое-то или это подготовка длительная в ординатуре? Как это происходит? Ординатура. Два года. Специалист обучается на детского уролога. Детского уролога, да. Детского уролога. Вы говорили про инфекции, которые могут возникать, восходящие, так называемые, от цистита. В том числе, вы затронули пилонефрит. И мы уже даже затронули про случайные находки, опухоли в мочевом пузыре случайные. Какие-то есть еще варианты, что может случиться, если не лечить этот цистит? И что может быть, что вы можете найти тогда, когда диагностируете это заболевание? В основном, это пилонефриты восходящие, как я и говорил. И второе, это геморрагический цистит, который мы видим опухоль, то есть находим опухоль. Потому что симптомы одинаковые. Выделение крови с мочой. Опухоль, которая в мочевом пузыре, она кровит. Так же, как и при геморрагическом цистите стенки, воспаленные кровят сосуды. Поэтому, в основном, больше других осложнений никаких нет. Если мы говорим про другие природы цистита, мы уже затронули бактериальную инфекцию. Бывают ли какие-то грибковые циститы, например, или вирусные? Существует ли такое? Конечно, и грибковые, и вирусные, и бактериальные. Ну, все они, в принципе, все одинаково лечатся. И если вовремя обратиться к специалисту, то, в принципе, можно вылечить цистит раз навсегда, чтобы он не переходил в хроническую форму. То есть, если острый пролечить правильно, то хронической формы не будет? Да, и соблюдать какие-то меры профилактики, как я и говорил ранее. А если не пройти лечение или пройти некачественное лечение, в том числе самолечение, то это перейдет в хроническую форму? А лечить ее тяжелее или легче? Конечно, она тяжелее поддаётся лечению. Почему? Любые бактерии, которые там находятся, она уже длительное время тяжело лечится. Антибактериальная терапия корректно должна проводиться. Ну, хронические заболевания всегда сложнее излечить, чем в первый раз острые заболевания. С чем вы дифференцируете еще острый цистит? С какими состояниями? Бывает такое, что камни мочеточника, которые вышли из почки самостоятельно, нижних отделов камни, вызывают такие же рези, дискомфорт при мочеиспускании, как и цистит. То есть дифференцируем с камнями мочеточника, которые находятся в нижних отделах мочеточника. Часто такое бывает, что человека госпитализировали с циститом, а при дополнительном обследовании экстреторной урографии или компьютерной томографии, мы находим камни мочеточника. Можно чуть подробнее для наших телезрителей, что такое экстреторная урография, компьютерная томография, как это выполняется? Это исследование рентгеновское, экстреторная урография с контрастированием. Вводится контраст в вену, и мы смотрим мощеводящие пути. Смотрим наличие конкрементов, образований, функцию почек смотрим. Также и компьютерная томография более современный метод, выполняется в нашей больнице. В день мы, наверное, выполняем около 10-12 таких исследований пациентам с камнями почек, с пелоневритами, с какими-то онкологическими процессами. Вы сейчас сказали, что до 10-12 человек в день проходит экстреторную урографию в вашей клинике. Давайте перейдем чуть в практику. Предположим, за 24 часа, например, на вашем дежурстве, если вы дежурите, а какое количество пациентов с циститом или вообще с урологической патологией к вам поступают? Ну, вы знаете, каждое дежурство не приходится раз на раз, но в основном 2-3 человека с циститом, 2-3 человека с пелоневритом каждый день к нам в больницу обращаются. И бывает такое, что пациенты с выходных температурят, дома самостоятельно лечатся, и уже в понедельник приходят с температурой до 40, когда уже приходится выполнять дополнительные методы лечения, инструментальные, такие как катеризация мочеточника, то есть, когда уже антибактериальная терапия неэффективна. Приходится катеризировать мочеточники. А катеризировать с какой целью? Чтобы улучшить отток, мочеиспускание, снять напряжение, снять давление трепочечное. Потому что пелонефрит может дальше осложниться апостоматозным пелонефритом, карбункулом почки, сепсис. Что такое карбункул почки для наших телезрителей? Да, это гнойник в почке. Гнойник. Ну, то есть, воспаление бактерий, которые они воспаляли окружающие ткани, в какой-то момент формируется очаг гноя. Да, это и есть карбунку почки. Вы сказали про установку стента или катетера в мочеточник. А как технически это проводится? Эндоскопически, в условиях цистоскопического кабинета, под местной анестезией, специальным инструментом, цистоскопом, выполняем сначала, входим в мочевой пузырь, далее находим устье мочеточника, далее непосредственно вводим катетер в устье мочеточника, вплоть до почной лоханки. При этом мы должны получить мочу. И нередко бывает, получаем сразу гнойную мочу. И даже бывает, получаем сливкообразный гной. То есть, когда уже запущен пилонефрит. Были ли какие-то у вас такие более запоминающиеся, интересные пациенты с циститом, например, который чем-то осложнился, например? Были пациенты с циститом, который осложнился восходящим пилонефритом с двух сторон. И таким пациентам выполняли катеризацию с двух сторон. То есть, оба мочеточника катеризировали. Но все эти пациенты теперь ходят довольные, вылеченные, потому что своевременно выполнили манипуляции эти. Но все равно лучше для этого не затягивать, чтобы такие серьезные вмешательства мне пришлось делать. Я бы хотел, чтобы вы прям кейс такой разобрали с таким пациентом. Я так понимаю, они, видимо, долго не обращались за медицинской помощью, чтобы наши телезрители понимали, как это все развивается. Сначала происходит неприятный дискомфорт при мочеиспускании. После этого у человека появляется гипертермия. Человек думает, что это, может быть, у меня вырвы, может быть, я приболел, может быть, я под кондиционером в офисе посидел. Далее после этого переходит боль на почке. Начинаются боли в поясничной области. Люди тоже думают, да, это, может быть, спина у меня болит, может быть, продула, может быть, ребенка подняла. Далее у человека уже начинается гипертермия до 38-39 градусов. Боли очень сильные в поясничной области. Тогда человек уже начинает обращаться в больницу. Обращается экстренно, вызывает скорую помощь. Скорая помощь доставляется к нам. И уже начинаем заниматься и мы. Хотя можно было вначале обратиться, пойти к урологу в поликлинику, назначили лечение и всего этого избежать. Тогда, раз мы уже затронули мочекаменную болезнь, вернусь к ней. Каким образом пациенты к вам поступают? Как они понимают, что у них есть проблемы, связанные с почечной коликой? Для наших телезрителей объясните по-простому. Боль в поясничной области острая, сравнимая только с зубной болью. Так называемая бочечная колика. Когда камушек, который находился длительное время в почке, вышел непосредственно в мочеточник и закупорил мочеточник. Тем самым моча, которая отходит из почки, упирается в этот камень, не проходит ниже, как ей положено физиологически. И обратным током она попадает в почку, растягивается почечная капсула и возникает боль острая. Чаще всего с почечной коликой она привозит пациентов по скорой помощи. А каким образом вообще камень образуется? То есть это какие-то, опять-таки, застойные процессы, или он туда как-то попадает? Как это происходит? Чаще всего это хроническое заболевание, наследственное заболевание. На Кавказе подвержены мы этому заболеванию, потому что у нас жесткая вода, кушаем много мяса. То есть большое количество откладывается кальция, солей. При этом малоподвижный образ жизни, малое количество употребления жидкости. Этот песочек превращается в камни. Затем уже камень разрастается. И в связи с чем выходит, когда он закупорит мочеточник, тогда и появляется уже почечная колика. Ну то есть фактически это образование камня связано с образом жизни и генетики. То есть в зависимости от того, что мы кушаем, что мы пьем, и от того, какие у нас гены. Ну хорошо. Дальше поступил пациент по скорой помощи к вам. Вот вы видите, что у него почечная колика. Дальше как вы его обследуете? Что вы делаете? В первую очередь это общеклинические анализы и УЗИ почек. Мы выявляем камень, где он находится. Если его не видно на УЗИ, мы выполняем пациентную компьютерную томографию. Сразу же выполняем компьютерную томографию. Это стопроцентный метод диагностики мочекаменной болезни. Видим камень, его размеры, его плотность. И дальше уже соответствующим образом, в каком месте камень находится, мы выполняем оперативное лечение или же назначаем консервативную терапию для того, чтобы этот камешек вышел самостоятельно. Вы сейчас сказали в зависимости от того, что это за камень, какой он, а какие они вообще бывают? Камни бывают разные, бывают по разному составу. В основном плотные камни. Они очень плохо подвержены консервативному лечению. И такие камни мы оперируем эндоскопически. Также выполняем специальные операции лазером. Дровим эти камни просто в песок. Это эндоскопически лазером? Это также вы через уретру заходите в почку или это как-то снаружи? Как это происходит? Есть специальный инструмент – уретароскоп. Здесь уже мы, конечно, выполняем общую анестезию. Пациент под наркозом. Мы также входим в мочеточник непосредственно этим инструментом, потому что он более тонкий, чем цистоскоп. Доходим до камня. Видим камень. Дровим этот камень. Убираем осколочки. И человек дальше через два дня идет жить своим прежним образом жизни. То есть эти технологии, они такие вот максимально щадящие для пациента получаются? Очень щадящие технологии для пациентов, но сложные для хирургов. В плане того, что это очень тонкая работа. Ну, естественно. А как давно эти технологии появились, допустим, в нашей стране? Ну, около 50 лет выполняем. Просто с каждым годом инструменты обновляются, улучшаются. Лазерная, вот сейчас эндоскопическая литотрепсия, она развита. Поэтому с каждым годом медицина не стоит на месте. Улучшаются только эти все инструменты. Мы говорили до этого про камни мочевого пузыря. И сейчас мы поговорили немножко про камни в мочеточниках. А каким образом все-таки образуются камни тогда в мочевом пузыре? Это вот камешки из мочеточников туда потихоньку падают. И потом они в один камешек как-то вместе объединяются. Или как это происходит? Бывает и такое, что камень из мочеточника вышел в мочевой пузырь и там остался. Но чаще всего камни мочевого пузыря образуются у людей, у лежачих людей, у которых плохо опорожняется мочевой пузырь. То есть там происходит застой мочи. И тем самым камень образуется самостоятельно в мочевом пузыре. Также у людей с аденомой простаты очень часто появляются камни мочевого пузыря. Это как осложнение аденомы. Потому что моча адекватно не выходит. У человека постоянно переполненный мочевой пузырь. И в нем, конечно же, образуются камни. Ну, потому что он не порожняется тоже, как вы сказали. Вот раз уж вы про аденомому простату сказали. Расскажите, что это за заболевание? Кто ему, как правило, подвержен чаще всего? Аденома предстательной железы – это заболевание, связанное с разрастанием ткани простатической, которое сдавливает мочеиспускательный канал и приводит к острой задержке мочеиспускания. Чаще всего мужчины болеют этим заболеванием. Мужчины взрослого возраста – от 60 и выше. Но каждому мужчине после 45 лет мы доктора-уролога рекомендуем раз в год проходить обследование, связанное с простатой. Это два простых метода – это ПСА в крови, это онкомаркер на рак простаты, кровь берется, и трузи предстательной железы, чтобы проверить размер и форму предстательной железы. И при каком размере и форме ее нужно лечить? Нужно смотреть на остаточную мочу, нужно смотреть на другие факторы. Как человек, готов ли человек пойти на операцию. Не все люди соглашаются оперироваться. Многих мы лечим консервативно, и долгое время люди обходятся без операций. Все-таки, если вдруг речь зашла об операции, какая это операция? Как она выполняется? Открытая, эндоскопическая или, может, еще какая-то? Существует несколько видов операций, которые мы говорим, которые выполняем и в нашей клинике. В зависимости от размера, если аденома больших размеров, больше 90 кубических сантиметров, то мы выполняем открытую операцию аденомектомию. Эта операция очень сложная, очень сложный восстановительный период, кровавая операция, но есть альтернатива. Если человек вовремя обратился, и у него аденома меньших размеров, 50-60 кубических сантиметров, мы выполняем трансуретральную эндоскопическую резекцию аденомопрестательной железы. Также это выполняется эндоскопически, и человек буквально после операции на четвертые сутки начинает самостоятельно мочиться, и мы его отпускаем домой. То есть основная проблема, связанная с аденомой простатой, это то, что человек не может нормально помочиться? Да. Потому что она, мочевой канал, она сдавливает? Мочеиспускательный канал сдавливает вплоть до полного отсутствия самостоятельного мочеиспускания. И тогда, если вдруг, что делать, если вдруг так случилось? Сейчас в основном привозят нам с острыми задержками мочи и спускания пациентов. Мы выполняем катеризацию мочевого пузыря специальным уретральным катетером, вводим его в мочевой пузырь через уретру и получаем мочу. Бывает такое, что встречаешь пациентов, у которых стоит, скажем так, в нижней части живота какая-то трубка. Это тоже связано как-то с одной простатой? Да, это тестостомический дренаж, непосредственно трубка прямая через брюшную стенку в мочевой пузырь. Это ставится оно в тех случаях, если катеризация мочевого пузыря через уретру невозможна. Поэтому делаем такие операции малоинвазивные. Бывает ли, что как-то озлокочисляется процесс аденомы простаты, что возникает какое-то онкологическое заболевание из-за этого? Да, бывает такое, что рак простаты, но опять же, выявляется он простым анализом ПСА в крови, который необходимо мужчинам делать раз в год, чтобы наблюдать его. Мы всегда всем пациентам, которые у нас попадают с острой задержкой мочеиспускания, с подозрением на аденому предстательной железы, выполняем этот анализ. Если мы видим, что показатели высоки, мы также пациентов направляем на консультацию в онкологический диспансер. То есть есть еще и отдельная специальность врачей, онкологи, урологи, получается, которые лечат совершенно другие патологии или как-то связанные с вами? Да, онкоурологи, они занимаются злокачественными образованиями мочеводительной системы. Но мы, как первый этап, мы таких пациентов в основном находим и отправляем уже дополнительно обследоваться в онкологический диспансер. Иногда встречаются пациенты с аномалиями какими-то мочеполовой системы, например, удвоениями лоханки, почки и так далее. И пациенты интересуются, насколько опасно это состояние, может ли это как-то стимулировать, вызывать какие-то патологические процессы? Всегда пациенты, которые с аномалиями, они очень сложные пациенты, потому что у человека, когда две почки, когда у человека подковообразная почка, когда у человека два мочеточника, три мочеточника, очень сложно бывает выявить, где, в каком участке идёт воспалительный процесс. То есть такие пациенты – это всегда сложные пациенты, и всегда очень сложно ими заниматься. Николай Юрьевич, в завершении нашей беседы хотел бы всё-таки попросить вас, чтобы вы порекомендовали нашим зрителям, женского и мужского пола, может быть, вы их разделите, не знаю, как вы их посчитаете правильным здесь, как эксперт, что нужно сдавать каждый год, чтобы избежать каких-то серьёзных урологических проблем? Я, например, непосредственно пациентам рекомендую посещать раз в год специалиста уролога. По данным жалоб ваших он назначит специальный перечень анализов, которые необходимо будет пройти, и тогда уже специалист определится, нужно ли лечить какое-то заболевание или нет. То есть в первую очередь, первостепенно, нужно просто обратиться раз в год к врачу-урологу, что мужчине, что женщине. Или если диспансеризация проходит, то ПСА, гормоны нужно сдавать мужчинам. Конечно, да. Это тоже важный предиктор, чтобы не заболеть. Николай Юрьевич, спасибо большое, что пришли к нам в студию, что нашли время нас посетить. Спасибо за то, что ответили на наши вопросы. Иван, спасибо. А это была программа «За здоровье». Пишите нам по номеру телефона 8-969-009-3300 или задавайте вопросы при помощи QR-кода в социальной сети. Берегите себя и оставайтесь на своем. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова